Сразу на 40% выросла смертность от туберкулеза в Восточном Казахстане. С начала года от этого опасного заболевания скончались уже 10 человек. При этом ни один из них не стоял на учете. Подробности у Руслана Махмедьярова. В Казахстане, по данным ВОЗ, эпидемия туберкулеза, если число новых фактов и рецидивов болезни превышает 10 случаев на 100 тысяч человек, то ситуация характеризуется именно так. На Востоке этот показатель 23,7. И регион даже не чемпион в этом антирейтинге. Для сравнения, в области Улутау и Казаларде 29 случаев. При этом в стране делается все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, в том числе снизить смертность. Но врачи бессильны, если пациент не обращается за помощью. Если мы проведем анализ умерших пациентов, в основном они не проходили флюорообследование разной периоды. Кто-то 10 лет не проходил, кто-то 7 лет. Поэтому важно, особенно важно, ежегодные обследования, рентгенобследования. Вот. Дальше проводятся новые методы ран, новые методы диагностики туберкулеза, такие как GenExpert. А современные методы лечения могут поставить на ноги пациентов даже при самых запущенных случаях заболевания. Дмитрий Сысоев три года назад уже почти попрощался с жизнью. Похудел до 35 килограммов. Диспансер попал парализованным. Потом врачи начали потихоньку, помаленьку, на доле коляски начал кататься. Потом начал вставать, ноги шевелить начали. Врачи подходили, шевелили ноги, чтобы у меня ноги разрабатывались. Все вот это, благодаря врачам. И все потихоньку, помаленьку начал. Ну, на ноги вставать. А по идее не думал, даже думал, кому я нужен вообще серьезный. Один час остался. Таким одиноким пациентам, кому больше не на кого положиться, или тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, в ТУК-диспансере предлагают еще и социальную поддержку. Лица без определенного места жительства, к примеру, могут находиться здесь круглосуточно. Государство выплачивает и специальные пособия, чуть больше 20 тысяч тенге в месяц. Чтобы они не отрывались от лечения, в рамках проекта предусмотрена поддержка. То есть это 5 тысяч тенге на дорогу до поликлиники мы выдаем. Если человек привержен к лечению и не имеет пропусков, отрывов. Ну и, собственно, оформляем социальное пособие. То есть если раньше они получали раз в год это пособие от государства, именно в Скаменогорске, то сейчас на ежемесячной основе. В целом в регионе сегодня на учете с диагнозом туберкулез стоят 380 человек. За прошедшие 7 месяцев 230 из них уже вылечились, но остаются под наблюдением врачей. Руслан Мухамедяров, телеканал АМАТЫ, Восточно-Казахстанская область.